Я подумал и назвал на фоне протеста, а не либерально это протест, потому что протесты плотно с ритурами и либерами в частности, но на этом не усполагать еще, что какой-то большой спор не идет все это время, тем, как это не идет, особенно, если у нас это закрепляет, например, в учреждении. Адам Фмин, в честь которого мы здесь собрались, он прославился, он заслуги в разнообразии, но прославился, наверное, широко он за счет изящной своей демонстрации того, что государство не является необходимым для сожгания ценности. На самом деле это один из самых распространенных и самых победительных либеральных аргументов, и здесь и далее это слово «либерально» используется, конечно, в нормальном смысле слова, потому что я надеюсь, что здесь все понимают, что у нас есть. Есть еще два других популярных аргумента, и они, на самом деле, сейчас гораздо больше уходу, в поддержку любой либерализации, и они состоят в том, что государство а – злокозненно, а б – неэффективно. Первый аргумент очень эффективно используется для отца основателей США, в частности, Мэдисон, которого в сегодняшний день я удалю, чуть ранее, что если бы все люди глянули, нам не нужно идти для этой системы реального распространения. Второй, ну, не буду его посуждать, что его придумал, но уже, конечно, в общественном споренном этим аргументам опасный характер, что даже, в общем-то, и несла вредное государство не очень эффективно на всяком определенном причине. Проблема с этими аргументами состоит в том, что любой человек, который когда-нибудь спорил со своими близкими, родственниками или друзьями о любых либеральных вопросах, в вопросах либерализации чего-нибудь, что, в общем-то, это совсем не общепринято. Считайте, что государство а – злокозненно, а – неэффективно. Вот, там, в момент восстановления США, это было естественно считать, потому что государство не было в общем-то зарпактическое. А в своей стране, скажем так, что даже в Европе, это совсем не очень. Так вот, важная штука, которая случилась, там, чуть лучше, более 2 раза, она случалась долго, но, вот, как мне кажется, это было очень важным для начала протеста, там, надо изговорять, массово в России. Создалось в том, что большинство людей, которые в этом протесте участвовали, они, на самом деле, как данность, эти два тезиса уже разделяли. Не знаю, насколько это очевидно, и от тебя можно спорить, но, в смысле, неэффективность государства – это главный риторический прием любой русской оппозиции, уже там, кто-то скажет, в последние годы, этот риторический прием используется все чаще и чаще. За счет этого риторического приема сделал политическую гарнию Алексей Навальный. И, в общем, неэффективность государства – это, в общем, для человека, или на чем. Желает смены путинского государства, что-нибудь еще. Он, поэтому, чувствует на уровне питативной системы. Со злоконностью, со сменностью хуже, потому что для русских людей очень свойственно считает, что государство совершает даже странные поступки на территории, причем, какими-то разумными соображениями, ну, не желает зла. Но, мне кажется, очень не случайным, что массовые протесты в России начались на следующий день после предполагаемой почти всей мирозумной людьми массовой фальсификации выборов. А массовая фальсификация выборов – это самый простой способ продемонстрировать свою злокозненность, если это не власти. И, на самом деле, можно сколько угодно сидеть как-то разумово и цинично рассказывать про свои злокные планы, но, на самом деле, все посмеются и забывают. А когда мы говорим, что власть на самом деле в какой-то мере злокознена, то мы, на самом деле, имеем в виду, что власть узурпирует еще больше власти, и в фальсификации группа – самая прямая демонстрация ее злокозненного существа. И я вообще-то не говорю даже, кстати сказать, я сейчас в рейс, как вы, ради, ради, ради цели своей дискуссии, я даже не готов предположить, что, как бы, так сказать, что много кто с этим не согласен. Но мне это не очень интересно, потому что это только протест. А вот как раз те, там, десять тысяч, которые каждого декабря ходили на чистые планы я, и те сто, которые ходили на болото, вообще планили тоже, они совершенно очевидны, и для других модернеров тоже были очевидны. Эти два месяца разделяем. Они были, в общем, в общем, удивительная штука. Я не знаю, то ли банальная, то ли удивительная. Я думаю, что это поражает, что в нашей стране, которая совсем не отличается от либеральной либерализма, весь протест объединяла совершенно либеральная повестка, более того, эта повестка исчерпывалась либеральными требованиями. Она примерно состояла из требования частных выборов, свободы собраний, свободы полиции при ученом, свободы слов шили. И там очень характерные детали, которые я могу привести в свидетельство этого, что, в общем-то, самый большой противник либеральных людей, из тех, кто мне известен, они не сергивают алицов. Уже почти год в общем нарисовано либеральное знамение. Я не знаю, сколько часов лично я правил у разных судов, защищая его право на свободу. Это и не важно, что бывает церквитальцов, кто из нас всех не способен алицам. А важно в данный момент, сейчас, для цели города человечества, символом чего он является? Он является буквально символом свободы собраний России. Я думаю, что в истории России, я надеюсь, точнее, что его никогда не будет реальной политической власти, и что в истории России он войдет именно как символ свободы собраний, а не как человек, который не представляет. Второй пример, вот, к сожалению, Константин Крылов не пришел, но я, конечно же, и поэтому мои шпильки в адресе, наконец, были не так смелы, как мы хотели бы в его присутствии, но я должен заметить, что повестка Константина Крылова, который по националистам, называется по националистам, и, кажется, хотел рассказывать про эроско-национальное государство здесь, она невероятно либеральная. Что я могу, на самом деле, есть две вещи, которые, собственно, мою взгляд на вещи, мы, мою политическую платформу. Отличают от политической платформы Крылова. Одна – это то, что мне кажется, что он бородой, но, как бы, это не политическая штука, а вторая, если приходить как бы в плоскость строгих определений. Смотрите, в том, что он сторонник коллективной ответственности в отделении форума Ении. Как бы, я считаю, что коллективная ответственность в любые форумы, там, национальность и чего-либо еще, а так, бессмысленно, потому что я не знаю. Вот. Но, в общем-то, за вычетом этой мелочи, знаете, коллективная ответственность любит очень разные люди. Оказывается, что он просто либертарный проповедник. Например, ну, я не говорю, что он главный проповедник в России децентрализации. И вообще, я вам заметил, что децентрализация – это неожиданная новость. Оказалось совершенно необсуждаемым консенсусом. То есть, в России сейчас нет всерьез… Мы сейчас прослушали историю правильного союза, но на самом деле в России сейчас нет вменяемых, сколько не вменяемых участников политического процесса, протестного процесса, любого процесса, включая членов партии «Единой России» и консультантов этого правительства, которые бы не настаивали на децентрализации в том или ином виде. И вообще-то мы, как либералы, не можем вообще к нему не радоваться. Значит, дальше, возвращаясь к Крылова, Крылова думает, что он проходил… Он был… Квать строил его следствие по действию со старой статье, про которую я сейчас скажу чуть ниже. И велось оно формально, наверное, за разжигание небоскопожды, но фактически, поскольку я не пленился послушать вступления на митинги, за которыми он не стал привлечен к ответственности, это был спич в пользу отказа от региональной датации. Я, как либерал, во-принципе не манг не поддерживался от отказа от региональной датации, как бы шаг на пути за централизацией. Единственное, что мне было бы, конечно, гораздо приятнее, если бы… Ну, понятнее, не приятнее, а понятнее, если бы после Крылова мы уже измечались, если бы вы ушли к Алике, там, во вскрылупость, но и понятно, что тут мы расходимся, да, и, наверное, камень важнее, чтобы убрать… Но даже убрать датации с катасскими республик – это уже похвальная либеральная мига. Хотелось бы еще убрать катасскими еще, а потом еще и вернуть налоги на региональный выбор, а не собирать это федерально. Но я должен заметить, что люди очень странных убеждений, ну, с либеральных точки зрения странных убеждений, с разных флангов и так далее, на самом деле в публичном пространстве, проводят как правило, и этому очень сложно найти, какой-то пример, в последнее время, в совершенно либеральную адженку. Простите за золотую администрацию. Теперь про… Я вот упомянул позорную 282 статью – это тоже очень важная штука. 282 статья – это статья против экстремизма, по которой сажают… ну, обычно дают условные сроки, а это сажают, часто дают условные сроки, ищущую штрафу. Много националистов, но не только, и представителей самых разных оппозиций. Это, конечно же, совершенно позорная статья, даже в бессмысленном рассказе. Почему? Она, конечно, должна быть заполнена, но это, как бы, манира префисса. А если посмотреть на какой-то общественный диск, то я просто по редакторе, я все время журналисты считают во всех снах, в виде тем, что он реально считает, все эти типы прессы, которые никто не считает. И поэтому я очень свяжусь с этим, и личным обсуждением. Вот 282 статья, которая была применена уже много лет назад, довольно-таки, а те прибыли. по ней нифига людей, много людей вообще пострадало, в каких-то условиях. Ну так, в судимости приобрели какие-то штрафы. И все это время, на самом деле, общественный спор о ней шел примерно в таком духе, что типа перегибают, иногда перегибают пол. Ну, это был, конечно, фашистово не жалко, а вот нашего Васи, конечно, это не пол. Примерно так. И я всегда, в общем, будучи либералом, мне говорят, что любая-любая такая мера, потому что государство злого с ним не эффективно, а путинское государство, в общем, тем более, она, собственно, и есть, и есть, ну, это прямое следствие. То, что Вы называете «щепки летят», я считаю, что это одно из предсказуемых последствий принятия законов. Я, конечно же, там просил это закон. И я вел какие-то баталии на эту тему, не поверите. И в какой-то момент я понял, что эти баталии усмысленно стало вести. Что идея, что любую юридическую меру, которую государство использует, будет применяться во зло, или исключительно во зло, или в большинстве во зло, и уж точно непредсказуемому, и непоследовательному избирательному, она стала так естественной, что теперь, в общем, не надо об этом спорить. Я хочу верить, что это не останется так, как для государства. Это достаточно поприличней, но, вообще-то, это ценный момент. Надо создать. Я просто хочу по улицам и радуюсь. И когда летом принимали пакеты, упомянутые тоже здесь, пакеты репрессивных законов, про клиенту, про черные списки в интернете, про нарушения на митингах, и так далее, то на самом деле не было уже уже не было разговора о том, для чего это нужно. уже логическая цепочка, логическая цепочка ведущая от того, что государство как бы зло, от того, что этот закон, это, очевидно, сделан исключительно для того, чтобы бороться с иногомызлением. Она уже настолько автоматизировалась, что она не требовала вообще никаких никаких сборов, дебатов, подтверждений и так далее. Более того, это, кстати, интересная штука, что государство это тоже интересно, это редко происходит, потому что, на самом деле, филд-стейтс, то, что является сейчас Россия, называется филд-стейтс, как бы государство провалив все государственные проекты. Уж в истории России точно, а вообще-то это вообще не очень часто, потому что филд-стейт еще и не пытается никак интеллектуально защищаться. Ну, в смысле, ну да, вот мы такие, ну, живите с этим как-то. То есть, непонятно даже, с чем спорить как-то. Ну да, вот, это к тому, что этот как репрессивный закон, эти репрессивные законы, их принимали, у каждого была какая-то мотивация, какой-то депутат Сидякин, который вносил, и как-то оправдывал, и краснело преднел на класс-конференциях и так далее, и какая-то своя дата обсуждения в Думе, но, на самом деле, в массовом сознании это не потребовало никаких, на самом деле, обсуждений, никаких гарячих споров и так далее. Они тут же слились в такую коллективную шестую статью, мне, в общем, все равно запрессивные законы в пять, шесть или двенадцать, потому что, в общем, ясно, что они будут отменяться в один и тот же день, что любая, на любых, там, сколько-нибудь конкретных выборах, а я хочу верить, чтобы скромно находить, сколько-нибудь конкретных выборов на достаточно высоких уровнях, отмена этих законов будет просто сразу плюс десять процентов рейтинга. это будет как-то тоже не обсуждаемая вещь. И это важно, что на самом деле не надо об этом забывать, и если вы как-то занимаетесь либеральной рейтинги, то этим надо пользоваться. Эту последовательность логических выводов, ее надо держать в голове, использовать, и это нам сильно упростит реставрацию свободы в Олимпе, которая у нас была через год. Вот. А вторая штука, о которой я хотел сказать, которая, мне кажется, имеет очень прямое отношение к этому, какому-то такому стихийному и правилу, состоит в том, что это уже ближе как бы к годам Смитов, только если говорить не о уличнике и мяснике, а о каких-то более сложных вещах, типа институтов, и что признание признание не толькости государственных институтов стало настолько общим местом, что, во-первых, стало риторически неприлично апеллировать к этим институтам в качестве мысленного эксперимента. Представьте, что у вас кто-то собирает деньги на операцию какому-то человеку по нему раку, а вы напишите в комментариях постойте почерть демокрацировку. Это будет выглядеть просто неприлично, на самом деле. Хотя, казалось бы, проделировать к самому малокоррумпированному государственному студенту. И эта идея, не то, что не коррумпирована, но по сравнению с 2 аппаратами достаточно много. Идея, что государство этим неэффективно, она еще родила очень важное позитивное следствие. Потому что последний год стало доблестью создавать рабочие занятия государственного института с разной степени успешности, но частные средства снизу вверх из корней травы. И институты, которые симулируют гражданское общество, они иногда очень важны. почему симулируют этот фунт создает я там уже говорил что благотворительность в большой степени частной в смысле медицины все она уходит в частные области не в реальном смысле потому что конечно же те деньги, которые собираются на лечение людей благотворительным образом не сравниваются с реальным медицинским образом в России но в риторическом смысле это предопременно уже произошло потому что это считается естественным нормальным но это как бы не относится к протесту а к протесту самое непосредственное отношение имеет например институт наблюдателей что такое институт наблюдателей по сути это самый важный демократический институт 11 и если в декабре этих наблюдателей было 10 тысяч то там к марту наблюдатели покрыли все участки в десятимиллионном городе и это не это не демонстрация возможностей а это просто создание готового института как бы подключить ну то есть в случае в случае когда в случае когда человек будет значит в турнире в Мальдивах он где-то не надо будет тратить время на создание создание работающих избирков у нас уже нет таких проблем а есть маленький пример который мне показался очень трогательным что когда я провел довольно много времени памятника оба и вот когда там были гневания тенья и так далее и и и порядок порядок и и функционирование и даже вывоз мусор от вывоза мусора до мата и курения там было все настолько чистенько ровно устроено без всякой без всякой репрессии в общем силами неудраждение местной публики да что это был в общем смысловая не только в том что люди утверждали свободу забраний на самом деле а они по сути может быть имеют эту цель а может быть продемонстрировали что в этом готовом инцепалитете но на самом деле маленький где нельзя делать черный урный и при этом нет репрессий таких особо да и существует по внутреннему по сути частных договоренностей это в общем либеральная мечта как бы порядок который поддерживается без полиции вот и таким образом как бы и риторические снижение действий то что мы видим это отказ от идеи государства и замерный дикстат может еще важнее подсказывать что намного времени быстро тогда свернуть что в общем играет как бы либеральная идея на самом деле либеральная идея это правда наибольший общий делитель любого 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 любой вас наиболее что как только как только как только только мы должны в отсутствии институтов в отсутствии какой-то большой частной компании на месте собрать работающие работающие разношерстные коллективы ради какой-то одной цели то единственное чем мы можем воспользоваться это либеральный опыт свободы опыт толерантности опыт соответственно и как бы может быть да те люди которые шли в общем с либеральными я бы сказал политиками лозунгами они как бы это случалось не потому что что на самом деле как Путин уже столько людей сделал либеральных а еще потому что когда людям приходится жить вместе то то собственно вот они придумывают либерализм они на колено придумывают либерализм это и есть идея как жить вместе вот а собственно должна быть наверно нет никакой морали единственное что мне конечно хотелось бы эти счастливые моменты не упустить и надеяться что когда свободу будет распространяться лучше по терапевтам тоже то это риторика и убедительность и уследствие неплохо зря и что не должно быть вот спасибо спасибо а так что но сначала вопрос задам я у меня есть вопрос именно по поводу либеральной риторики я согласен что вначале она преобладала но к сожалению как мне кажется не знаю что можно сказать мне кажется что сейчас после 15 сентября после социальных лозгов и включения резолюции митингу именно принято такое решение не использовать либеральную риторику протеста а больше полагаться на социальных мне кажется что тут имело место некая дискредитация либеральной риторики некоторыми ее носителями то есть традиционно например считается что Сергей Пархоменко является носителем такого него либеральной риторики ну все знают как бы ситуации все что он сделал в баллонной площади до митинга и какое отношение после интервью к нему появилось как-то это влияет на будущее либеральной риторики репутации отдельных ее носителей людей его использующих вообще да ну опять-таки могут заметить что хорошая репутация иммунных носителей и хорошая аркумент хорошие миссии можно ли дискредитировать либеральную идею в России как мне кажется не очень осмысленный потому что в России надо понимать что в России либеральная идея калибрирует себя одним правильным и когда не захватит население страны 25 то можно понять что мы штатиновые собственно хорошо проблема мне кажется важной состоит в том что действительно конечно всегда есть люди которые какие-то социальные возникли кричать и кричат и всегда будут разновать но смысл в том что либеральная ритм это то что способно объединять протест а все остальное с неизбежностью разбивает на куски но хорошая новость состоит в том что запрос на протест он возникает из каких-то сильных не всегда рефиксированных эмоций и когда этот запрос возникает условно говоря только узкие наборы действуют создать запрос а да на личность я не хочу приходить не потому что мне интересна личность а потому что мне кажется что это категоричество не важно спасибо только за вопрос поднимайте руки поднимите ликофон пожалуйста поднимите ликофон пожалуйста вот фэйлэстейт имеет очень определенное уделение вот и стоит возникать международную историю ну так вы считаете что разница качественная я считаю что она качественная безусловно Россия а более ну в смысле что что в в на счастье я на счастье я могу оперировать в целом смысла манья дефинициями но я должен сказать что любая дефиниция что любую дефиницию Россия тоже не проводит в этом смысле потому что ну это же не по этим считается а ну не важно там Россия лучше чем сама если вам прошу еще вопросы у меня такой небольшой комментарий или традиционно когда говорят о каких-то центробежных тенденциях выделяем два процесса демократизация и либерализация но демократизация связывает с предоставлением каких-то политических свобод и гражданских свобод тогда как либерализация как раз предоставлением экономических свобод в широком понимании частной собственности конкретно так вот не кажется ли вам что все процессы и настроения они у нас как раз связаны с настроениями демократизации о чем вы сами говорили лозунги там свобода собраний слова и тому подобное вот но как раз лозунгов о предоставлении свободы частной собственности их нет вот и это потому что у нас настроение и риторики либеральной ее как не было так и нет а если она есть то очень-очень незначительно а у протестов у этих что показала 15 сентября я согласна ее нет действительно это это конечно безусловно не так если взять какой-нибудь конкретный экономический вопрос например отмены и приватизацию госбантов то поддержка этих хороших правильных либеральных идей гораздо-гораздо шире чем в каком-нибудь в каком-нибудь слабых сне я буду рассчитывать в России и поддержку эту создает конечно же Андрей Костин с ВТБ а не там высокий идеал ну то есть люди смотрят на то сколько стоит акция на ВТБ и как бы все понимают о приватизации я абсолютно уверен абсолютно что я бы не побоялся сейчас выносить на референтум вопрос о приватизации госбантов например или вопрос о сохранении каких-то нас понятно что я хочу более радикальную зону но но вот вот вам как бы маркер экономического либерализма у вас проблема в том что путинская экономика вообще-то в каких-то вещах ну как бы в ритонике по крайней мере довольно сильно либераль она гораздо либеральней настроение общественного в России всегда была и и и критика Путина я как-то не вчера родился я слышал критику в 2007-2003 она всегда была в общем слева а теперь путин все время как-то слушает путин критику справа а а люди слева даже люди слева они в общем-то хотели бы конечно все обрабатывать но они понимают что если сейчас нынешнее государство отберет то все равно никто ничего не получит поэтому может быть по тактическим соображениям а не стратегическим они как-бы тоже в общем готовы быть либералом просто потому что это безумно не в пунктах но я абсолютно уверен я честно читаю все все газеты и сайты в этом безумном интернете и я абсолютно уверен что пока не те примеры которые я принял что я оправдан что больше планиц мы средние страны поддерживаем но вы видели лозунги свободу частной собственности на этих митингах свободу я видел огромное огромное количество лозунгов кстати я про этот феномен вообще не говорил но вообще-то есть еще очень большая тема которая называется руссо сидящий и тема и вся тема не правосудие которая как бы идея что в России не работают суды она пришла не от подведущих студентов там и не от хотя суды не работают ни одной группы граждан но именно кооперация предпринимателей среднего свина убедила общество в том что это люди которые входят в ассоциацию бизнес-солидарность но это именно они именно они именно потому что у них отбирали бизнес на самом деле изменили совершенно поменяли общественное настроение в отношении суда суд сейчас считается в России несуществующим в какой-то понятно что не в опросах общественного мнения а в какой-то общественном поле дискуссионном это сделает так принимать поэтому говорить о том что хотите свободы собственности в общем они подходят с этим лозунгом существуют нет существуют конечно такие лизунги которые никогда не продашь в России ну в смысле что легализацию кокаина в России не приведешь в либеральные нормальные меры которые совершенно очевидно не приведешь в России точно так же как 5 лет назад но и в этом отношении должны измениться расплаты но практически во всем что не касается огнестрельного оружия и кокаина русского и кокаина опять общим расклад синда полностью сейчас изменился вот за последнее время каком потенциале выжимания российского либерализма и насколько либерализм нуждается в сотрудничестве с другими оппозиционными силами как с националистами так и с левыми для борьбы с общим внешним народом в действующем режиме может ли либерализм это осуществлять самостоятельно или же такая операция значит либерализм это идеал унияния политическая сила я не понимаю как он может облакать объектностью если вы хотите политической идеальности если вы говорите про либералов в смысле она не могла политический процесс включать реальность я я один из моих тезисов может быть достаточно я буду видеть состоит как раз в том что достоинство левиалов состоит в том что они могут создать довольную живую реальность сейчас не поступая с особо к своим принципам чего раньше невозможно а сейчас чуть-чуть более разрушить с другой стороны возвращаюсь к вашему первому вопросу это вообще-то реальность я как-то вероятно перспектива выживания выживания ну в смысле что в России в России конечно классический либерализм еще долго не будет мейнстримом но еще долго это такой очень оптимистичный отдел но при этом что мне нравится что это всегда будет даже в самой худшей что вообще-то либералов в России очень мало но они гораздо больше реально оказывают политику ну по сравнению со своими людьми сели их как бы может быть у нас 2% но на самом деле наш вклад в политику он больше чем и в политикой дискуссии он больше гораздо чем ну это какое-то состояние которое достаточно последний вопрос спасибо вам за большую реальцию и дискуссию вы наверняка читали известную статью совместную Шуткова и Навального в газете ведомости где они говорили в том числе что не стоит практизировать госкорпорации много ли людей на самом деле даже кто идентифицируется как либералов или тех кого относится к носителям тех же самых либеральных лозумов на самом деле не хотят каких-то настоящих либеральных фондов то есть той же приватизации децентрализации властных полномочий соответственно парламентской республики а лишь хотел чтобы вместо условного плохого Путина пришел условно хороший Навальный и очевидным образом не является либералом ни разу он не либерал ни в смысле свободы миграции ни в смысле они просто никак он такой это важно потому что именно что он не является либералом но на самом деле самые его активные действия и лозунги это лозунги в котором я легко готов с радостью согласиться при этом он много сделал когда он придумал лозунги когда он сейчас называл эти выборы когда я начал говорить про институты это же тоже смешно что сначала создали как бы все их наблюдатели а потом сделали совершенно следующий шаг и сказали давайте притомгнуть до этих выборов в карманном совете оппозиции нет никакого смысла ну в смысле какой то есть но им очень сложно объяснять то есть он есть он может оказаться а может не оказаться но я в качестве избирателя участвую мне кажется что очень круто что целью выборов может быть просто отработка механизма выбора и это очень важно просто достаточно если в понедельник или во втором я пойму что мы каким то образом построили 100 тысяч человек победили что то сделать прогонсовать и все честно пощипано и никто значит не повесился так я буду уже счастлив это отлично и и что там и понятно что давай он придется идти на компромисс и я вижу в какую сторону он идет на компромисс он идет в сторону общественно либеральных но вот давай мне просто такой политик такой как бы этот момент со всеми националисты вот так спасибо это было все а это еще а